окей это я всем привет на этот раз я нахожусь на этом катамаране снимаю как катается на банане банан вообще дорога дорогого удовольствия поэтому катамаран самый дешевый способ передвижения 300 рублей в час так же как вот такая вот моторная лодка на катамаране ты можешь это сам короче куда хочешь плавать никто тебе ничего это самое не скажет поэтому в принципе сейчас погода хорошая вот если только вот там вот тучки да да вот там тучки и как бы хреновая погода а здесь нормально поэтому все ништяк сейчас наверно поныряю чуть-чуть вода в принципе чистая вот видно там хорошо кораллы какие-то там еще чего-то вот поэтому я оделся так легко чтобы можно было это поснимать понырять банана вот банан покажи правильно а че они не прыгают не интересно надо прыгать не интересно так снова всем welcome я снова грибу и дрем батон вот значит катамараню ну как бы принципе нормально мне нравится ничего сложного нету идет хорошо без ветра особого нету вот и мы сейчас плывем вон туда вдоль берега посмотрим как там отдыхают люди и поснимаем немного так вот вид да думаю если брать этот катамаран на час пятерем шестерем человек насколько вот он здесь рассчитан то 300 рублей это будет 50 рублей с человека то очень дешево в час да вот там есть плавучие эти баржи не баржи бары бары и кафешки как сказать вода че тут прибывает только в него странно странно этот банан за заколебал здесь кататься сейчас волны будут надо разогнаться посильнее чтобы раскачать вот так вот плаваем здесь в принципе можно здесь даже нырять вон там какие-то жидкость какая-то даже тут поплывает здесь только кораллов особо не видно а фиг его знает есть там кораллы или нет там кораллов планктон один вот такие дела сейчас еще немного поплаваем здесь и дар надо будет возвращаться уже домой время потому что уже позднее скоро ужин так что нормально все но я думаю в принципе в этих лодках кто-то живет потому что на предыдущий мы видели кого чувака там спал он здесь наверно кажется тоже внутри где-то там в каюте спит в принципе здоровая лодка я думаю что и круиз на нее набирается на человек там 20 так может быть 15 очень большая такая лодка вот примаран вот сейчас я покажу поближе там вот холодильник на ней стоит еще что-то там мусорный мешок это обязательные атрибуты так что люди с собой берут там что-нибудь выпить перекусить и все такое вот ну что-то внизу там нифига не видать кораллов нету и погода уже не солнечная поэтому особо ничего не увидишь там темно глубоко здесь темно а то мы наверно возвращаться будем назад вот такой вот здесь вот вид хороший красивое все видно все чисто достаточно море чистое вот это южно китайское море вот а там вот чуть дальше туда там уже потом филиппинское идет море то есть оно ближе к северу туда или наоборот я сейчас точно не помню поэтому у меня что-то с географией в этих месяцах не особо поэтому вот сейчас плаваем здесь какие вот дела ну а вообще как бы ну что я могу сказать климат здесь немного жарковатый все-таки тропический очень много здесь дождей идет тропических они быстрые но очень крупные там большие капли и холодные кстати вот многие дожди идут холодные в японии дожди летом идут горячие а вот на филиппинах холодные вот а мы в принципе плывем обратно вон туда к этому красно-зеленой крыше кто-то стартовали в принципе нормально вот еще одна лодка вот многие жители филиппин они живут на лодках они не платят грубо говоря налоги за жилье они вот как бы содержат эту лодку живут на ней и платят только за ее обслуживание если там надо почистить там дороже покрасить там вот это все и зарабатывают туризмом либо рыбалкой там кто как а вот оттуда идет кстати дождик по-моему вот возможно сейчас там будет дождь вот я слышу отсюда просто как гремит там гром вот на ужин мы заказали значит там креветок и ну разных там этих сам мидий и раков крабов и рыбу там то есть здесь у местных то есть нам приготовит купит в магазине и приготовит там вот в кафе то есть спецзаказ потому что в обычной кафешке нету такого то есть или есть подобные но оно очень дорогое и как бы ну качество то же самое совершенно махая хая а махая ахая я не знаю что это значит но видно что лодка новая но новый новая такая покрашенная хорошо прям видимо только после ремонта вот в принципе и все вот а там какой будет ужин я обязательно покажу ну все вот нам уже сигналит там что мы там типа с дороги сворачивали здесь так же как и на дорогах филиппинах тоже все друг другу сигналят а вот там кстати катаются китайцы вот в основном на бананах любят кататься китайцы не знаю почему китайцы такая любовь к бананам опа все китайцы в воде надвернулись какие дрени и фени вот там даже байдарочники есть видите на байдарках катаются люди покупают байдарку и вперед фигачат а мы потихоньку будем возвращаться тогда вот но если будет что-нибудь интересное я обязательно сниму вот до связи вот и вот и в